Аусь, вот тогда. Ты билеты взял? Еще днем. Отлично, когда у тебя рейс? Сегодня вечером все-таки не рейс, а сеанс. Не понял. Я купил два билета на Большой театр на Лебедине озеро. Я ушами своим не поверил, когда мадемуазель Мирель сказала, что до сих пор она не была в русском театре. Я даже не хотел спросить, чем тут занималось все время. По-моему, ты должен был улететь обратно в Париж сегодня вечером. Вы не можете меня прогнать. Я готов к испытаниям. Сегодня в магазин промтовары я приобрел замечательные пару варежек. Могу я спросить, варежки и вареники – это одно и то же? Ну, конечно. Твой деловой дневник при себе? Да. Ну, тогда запиши в нем, чтобы духу твоего здесь не было. Ты понял? Понял. Молодец. Вот так начинаешь ощущать себя понятеным классом. Ну, вот, собственно, это все, что она мне рассказала. Но я думаю, что с этой информацией можно запросто идти наверх и торговаться. Наивный вы юноша. С вами никто не будет торговаться. Вас просто уберут и все. Неужели вы думаете, они этого не знают? Знают, конечно, поэтому и держат его на коротком поводке. А что вы предлагаете? А я предлагаю торговаться с Амином Караваевым. Он и так слишком многим задолжал. Если хочет жить и оставаться на свободе, пускай отпустит Патрицию. Я согласен с Дмитрием. Давить надо на Караваева. Он трус и подлец и трясется за свою шкуру. А ваше дело, Николай? Организовать нам твердые тылы. Потому что вы лучше других знаете, где он нас может обставить. Ну хорошо, тогда я сейчас же отправляюсь к Патре и расскажу ей последние новости. Я думаю, должно ее поддержать. Кстати, вы привезли документы Мирей. Я отдам их специалисту. Угу. Документы. Знаете что? Передайте Патриции вот эту вещицу. Я не смогу ей это оставить. Вы ей покажите. Она все поймет. Хорошо. У меня все готово. Нужно только будет в паспорте у Мирея исправить дату рождения. И Прасковья Санина становится Мирея, он вашей супругой. Разумно. Митю мы тоже впишем в паспорт Мирея. А вот Андрею придется переправлять через французское посольство. Ну, у них там есть свои каналы. Ну, а что с этим юношей Николаем? Мы же не бросим его на произвол судьбы. Пока ничего не знаю. Я знаю только, что если он останется, его ждет неминуемая смерть. Ну, он это понимает? Да. Он делает это ради Мирея. Скажите, Дмитрий, а между ними что-то было? Ну, вы понимаете, о чем я? Насколько мне известно, нет. А Мирей любит его? Да. Очень сильно любит. И мы не позволим ей страдать. А что хотите сказать, что я должен вывести себе зятя из России? Ничем не могу помочь вам.